Доброе утро, уважаемые участники Geek Show, кто смог вообще открыть глаза и прийти сюда. Я понимаю, что всем было нелегко. Я очень рад приветствовать вас на этой конференции. И хочу предоставить слово Александру Иванникову, главе Центра Молодежной Политики в ТГТУ. Здравствуйте. Доброе утро. Возглавляемый Центр Молодежной Политики, мы с удовольствием всех вас приветствуем на площадке ТГТУ. Я думаю, что такое взаимодействие научной молодежи, занимающейся информационными технологиями, учитывая то, что в нашем университете произошли структурные изменения, и был создан в этом году с 1 сентября новый факультет информационных технологий, мы надеемся, что такое взаимодействие будет продолжаться и впредь. Наш отдел, Центр Молодежной Политики, с удовольствием будет поддерживать молодежные проекты такого формата, еще более масштабные. Ну, я думаю, что вы о них еще узнаете. Мы сейчас объявили конкурс грантовой поддержки студенческих проектов. То есть, победим номинациям каждый, кто представил свою идею, и она понравилась экспертам, может получить до 20 тысяч рублей финансирования на реализацию того или иного мероприятия. И вот в том числе есть номинация «Будущие ряда», номинация, которая направлена на мероприятия для воспитания будущих специалистов высокого уровня. Поэтому я думаю, что ряд мероприятий, которые впоследствии также пройдут в нашем университете, и я думаю, что вы в них также примете участие, будут одними из победителей в данной номинации. Еще раз я вас всех поздравляю с открытием конференции, желаю благотворной работы. Всего хорошего. Спасибо. Прежде всего я хотел бы узнать, кто из вас впервые пришел на подобное мероприятие? Здорово. Это значит, что наша рекламная компания работает хорошо. На самом деле я хочу в двух словах сказать, что это вообще такое. Примерно года три назад мы, ну, активные, скажем так, разработчики Тверской области, решили создать в Твери некое IT-движение, которое будет служить только одной цели – обменом опытом между участниками. Соответственно, мы начали делать и проводить мероприятия, в которых до минимума сведена доля рекламы, до максимума поднят уровень технологический именно. Собственно, мероприятие Geek Show появилось впервые в мае этого года. Это уже второе мероприятие Geek Show, и я думаю, что в мае следующего года будет Geek Show 3. У нас так построены доклады, что в первой части, как бы, у нас будут наши тверские доклады, и ближе к концу будут уже доклады совсем очень высокого уровня. То есть приедет Дмитрий Нестерук, он сейчас живет в Англии и Швеции, работает в компании JetBrains. Там приедет Руслан Карманов. Ну, в общем, чем дальше, тем будет интереснее. Я хочу представить свой доклад про язык программирования Kotlin, язык программирования, который, в принципе, можно сказать, что практически в мире его видели на трех докладах. При этом существует рабочая версия компилятора, которая у меня есть, но, к сожалению, его нежелательно показывать. Я, ну, как бы, вы сможете посмотреть вживую на Kotlin в течение ближайших нескольких месяцев. Вот, собственно, давайте приступим, что такое вообще Kotlin, что такое JetBrains. Вот, но я еще не представился. Вот. Лучше поздно, чем никогда. Меня зовут Трухин Юрий. Я являюсь ведущим разработчиком программного обеспечения в компании SnipGIS. Имею статус Microsoft Most Verbal Professional. Вот. И люблю новые технологии. Вот. Давайте начнем. Язык Kotlin разрабатывает компания JetBrains. Чем, в общем, занимается JetBrains? Во-первых, она производит средства разработки. То есть мы видим IntelliJIT-SRS, среда разработки для JavaStack. UpCode – это новый продукт, который предназначен для разработки плюсовых программ. То есть это ОСТН, соответственно, радио-майна, среда разработки для Ruby, PHP Storm, для PHP, ну и так далее. Очень важно, что все эти среды, они интегрированы друг с другом. То есть мы каждую из них можем навесить, кроме кода, мы можем навесить поверх IntelliJIT. Но это не все, что делает JetBrains. JetBrains разрабатывает крутые плагины для Visual Studio. Собственно, на начальном уровне мы изучали Решарпер и этот кавер на предыдущем мероприятии. На очень глубоком уровне сегодня будет рассказывать Дмитрий Нестерлук. Это человек, который не просто может рассказывать об этих технологиях, но он и занимается их разработкой в том числе. Например, пару недель назад вышел Решарпер из Decay. Это, собственно, его рук дело. И также поддержка F-Sharp в Решарпере, это также его будет рук дело. Помимо этого, JetBrains делает и сервер-сайт для оптимизации работы разработчиков, собственно, это Utrek и TeamCity. Лиша, меня доклад. Собственно, с помощью Utrek и TeamCity вы можете как ввести тикет-систему, так и делать непрерывные билды. Опять же, доклад про TeamCity сегодня будет. Но это все хорошо, замечательно. Что же такое Kotlin и вообще зачем он понадобился? Дело в том, что, видите, вот IntelliJ IDE и так далее, вот LCT, где их собственные JetBrains и средства разработки. JetBrains-компании существует уже 10 лет. И 10 лет эти средства разработки пишутся на Java. Это достаточно особое удовольствие, с учетом того, насколько медленно сам язык программирования Java развивается. Вот, поэтому JetBrains решила сделать язык промышленного уровня, который будет помогать и им писать средства разработки, и независимым разработчикам, и именно в промышленности. создавать свою программу. То есть, ну, в первую очередь, что такое Kotlin? Это статически типизированный язык. Вот, то есть... И, помимо этого, Kotlin, ну, каким бы он хорошим не был, он был бы достаточно бесполезным, если бы он разрабатывался вне зависимости от инфраструктуры. Огромное количество программ, даже IDE от JetBrains или JID, она написана на Java. У Java-пограммистов сейчас больше всех в мире. А стэк, опять же, огромное количество программ написано для стэка JVM. Соответственно, язык программирования Kotlin, он позволяет вам писать программы, которые полностью могут взаимодействовать с программами, написанными на Java и другими языками, написанными для стэка JVM. Также, как я уже сказал, это язык программирования общего назначения. То есть, это не какой-то научный, там, проект, который там может поучиться, может не поучиться, может быть, скажем так, каких-то... Ну, как Хаскин, язык очень интересный, но явно видно, что он сделан именно с учетом научной составляющей. Собственно, как взять JetBrains? Документация есть уже сейчас на JetBrains.com.com.com.com Компилятор будет в ближайшее время, как я уже говорил, он уже есть. Сейчас там еще не все закончено. Там IntelliSense не везде работает, но тем не менее в ближайшие месяцы JetBrains обещают его предоставить. По внутренним срокам, возможно, это будет до конца года, но это неофициальная информация, может быть и чуть-чуть позже. Вот, собственно, что еще важно для языка? Собственно, мотивация, зачем JetBrains именно на человека разрабатывать. Проект начался в середине 2010 года. Собственно, создан и разрабатывается Андреем Бриславом. Это наш соотечественник, который долгое время работал. Ну, вначале работал в лаборатории Горланды, потом он работал в Microsoft Research и потом попал в JetBrains. Вот, собственно, и то, что он важен для существующего Java-решения, это бесспорно. Но, как бы, сейчас есть много хороших языков, не будем кривить душой для платформы JVM. Есть Scala, есть Groovy и еще 100-500 языков. Вот, то есть хочется, с одной стороны, язык, который будет современным и выразительным, то есть то, чего не хватает в Java. Тот язык, который будет просто применять в существующем ПО далее, очень важны для языка эффективные инструменты, с помощью которых можно будет разрабатывать программу. Потому что, ну, как бы, есть вот, например, язык программирования Scala, есть там очень классный язык, там гораздо круче, чем многое. Но проблема в том, что даже средства разработки для него сделать достаточно сложно, потому что язык настолько сложный, что вот это не получается эффективно. Мало того, на Scala из-за этого ей очень дорого разрабатывать. То есть те люди, кто могут писать на Scala, они стоят очень дорого. Но, правда, те люди, которые могут писать на Scala, они обычные Vime, могут писать, им там вообще Vime не нужна, но это, как бы, таких людей вряд ли можно отрочистить там нормально. И, соответственно, JetBrains ни какой язык существующий не подходил для разработки, собственно, IDE. Кстати, что такое IntelliJ IDE? Это порядка 300 мегабайт непосредственно текста, плюс еще там несколько гигабайт еще в репозитории, скажем так, отдельных проектов. То есть IntelliJ IDE – это огромный проект по, собственно, и цели. То есть это полная совместимость с Java, компиляция также как с Java, как Java и быстрее, чем Java. Ну, какие… Ну, на самом деле, вы все знаете, что в мире есть языки, которые очень медленно компилируются. Ну, я как бы не буду показывать пальцем, но, например, язык начинается на C и кончается на плюс-плюс, который медленно компилируется. Или, например, начинается на C и кончается на C. Вот. Собственно, зачем это нужно? Казалось бы, может быть, это не очень важно, да? Ну, что там, подождать там три минуты, да? Но, например, у нас в программе миллион строчек кода, и программа будет собираться полдня. Особенно весело будет, если в конце сборки у нас вылезет какая-нибудь ошибка, вот, и нам придется присобирать все заново. Тип-сити. Да, Тип-сити есть, но просто, например, на проекте по уровню IntelliJ IDEA, оно будет или требовать большой фермы серверов, чтобы это хотя бы собрось за ночь. То есть, а иначе, ну, как бы, проект будет собираться неделю и будет, вот, правда, совсем очень хорош. Не, у них много ресурсов. Смысл в том, что вряд ли у вас будет столько ресурсов. То есть, вряд ли вы можете позволить себе там поставить такую хорошую ферму сервер просто, чтобы это собирать. То есть, ну, скорость компиляции Java, она во много раз быстрее, и современный язык он должен быстро компилироваться. Вот, вот и все. То есть, ну, хотя бы, ну, то есть, разница исчисляется там в 10-20 раз, это, по-моему, очень много. Вот. Помимо этого, язык должен быть, конечно же, более краткий, чем Java. Потому что, ну, в общем, кто-нибудь из вас много весов на Java. Ну, вот. А, соответственно, ну, как вас все устраивает? Нет. Ну, то есть... И нет, плохо. Ну, да. Вот. Собственно, помимо этого, язык должен предотвращать большинство ошибок Java. Там те же проблемы, когда у вас где-то высказывают now point or exception, и вылезает его из своей функции, потом вы его подхватываете еще куда-нибудь, и потом хотите разменовать, и у вас baraboon происходит. Вот. Соответственно, хочется, чтобы язык предотвращал типичные ошибки программистов. Ну, вот это, как бы, с одной стороны, да, чего хочется. Но, с другой стороны, как бы, есть... Действительно, есть язык программирования Scala, но хочется, чтобы было проще, чем Scala. Вот. Чтобы даже программист среднего уровня мог освоить этот язык и эффективно его использовать. Вот, собственно. Другие инструменты у нас есть или будут для этого языка. Во-первых, это плагины для IntelliGID, которые разрабатываются параллельно с компилятором. То есть, когда выйдет Kotlin, хотя бы в этой версии уже в IntelliGID будет полноценная поддержка этого языка, с сайфакторингами, с анализом кода и так далее. Вот. Соответственно, сможете уже удобно писать. Все плагины, собственно, компиляторы, он будет... и компилятор, и плагин будет выпущен под open source. Его можно будет использовать не только с IntelliGID Ultimate, но и с бесплатной версией IntelliGID Community. Вот. Тем не менее, JetBrains не забудет и про разработчиков Eclipse, и будет представлен базовый плагин для Eclipse. Он также будет производиться из Apache. То есть, ну понятно, что JetBrains будет делать лучший плагин для своей E3, а для Eclipse может кто-нибудь, наверное, будет тоже делать. Но вот в базовой версии он будет. Вот. Собственно, давайте поговорим об инновациях, которые есть в этом языке. Во-первых, это не исследовательских проектах, нет планов делать какие-то публикации. Хотя есть подозрение, что это не получится. Но в отличие от DG Scala, публикация — это не есть цель разработки этого языка. В языке не придумали ничего вот такого вот, какого-то очень особого. Собственно, главное — это собрать хорошие практики с других языков и объединить их в одном языке. Вот. То есть нет каких-то новаторских особенностей языка. Фокус на здравом смысле и передовом опыте. Соответственно, очень много языков послужили родителям. Котли, на то есть этой игру, Вейскау и США, Госсу и много других. Вот. То есть, как бы, DG Brent считает, что в промышленности необходим не какой-то там очень особый язык, а необходим язык, который будет сочетать в себе все плюсы индустрии. Вот. И, соответственно, компромисс при выборе возможностей, то есть он должен не только быть выразительным, но и легко изучаемым. Но даже не в США. Не совсем. И я покажу, чем NG Coding лучше, чем в США. Вот. Давайте перейдем к обзору функциональности. Собственно, стандартные возможности языка. То есть там есть свойства замыкания, паттерн-мейчинг, перегрузка операторов и вывод локального типов. Это из стандартных возможностей, собственно. Из отличительных возможностей есть поддержка трейдов. Кто из вас знает, что такое трейд? Замечательно. Я расскажу, что это такое, чуть попозже. Вот. Поддержка extension функций. Гарантия недопущения ситуации, когда у вас будет now point reception. Вот, собственно, автоматическое приведение типов. Встроенной функции generic в one-time. Кто писал на Java, знает, что в Java generic в one-time нет. Вот. И first class delegation. Вот. Также, например, интересная еще особенность в том, что... о чем я, скорее, так позже не буду говорить. В том, что у нас каждый файл не собирается как отдельный класс файл, а собирается все модулем. То есть там есть поддержка namespaces, подобных C-Sharp, и собирается, компилируется непосредственно сразу модуль. Зачем это надо? Ну, для нескольких ситуаций. Во-первых, для того, чтобы вы пересобрали один класс в проекте, и у вас бинарная совместимость не нарушилась. А во-вторых, для того, чтобы можно было в момент компиляции делать всякие оптимизации, чтобы просто собиралось быстрее. Вот. Собственно, и также полная поддержка от IBE, от jbrands, это также очень важно. Вот. Собственно, давайте рассмотрим базовый синтаксис. Вот. 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 То есть, что мы здесь видим? Ну, я не думаю, что тут будет много вопросов. Во-первых, ключевое слово fun. Оно, конечно, слово функция, но как fun, в общем, вы будете контролировать fun. Вот. Собственно, функция не обязана находиться ни в каком классе. она может находиться прямо в пространстве имен непосредственно. Вот. Соответственно, необходимость в статических типах в классах, ну, то есть, статический тип в классах становится ненужными, потому что мы можем функции писать именно на топ-левле. Это и есть статические элементы в классе. Вот. А что мы здесь еще видим? Мы видим, что мы обращаемся из языка Kotlin к System of Println из стандартной ЖВМ-библиотеки, и видим интересный оператор знак вопрос точка. Вот. Оператор, собственно, знак вопрос точка делает так. А если слева оказывается нулевая ссылка, то возвращается выражение, ну, то есть, возвращается выражение. А если, как сказать, то есть, в общем, возвращается ли результат, или навык. Вот. Это слева будет нулевая. Очень просто. Если вы не можете это сделать, например. Вот. Шикарно. Ну, шикарно. То есть, потенциально из любого типа Java, так как там нет отдельного... Вот. Есть... Нет, нет любого системала. В данном случае показана совместимость с типами Java, да? А в Java любой тип, он может быть как значением, так и нулем. Вот. Соответственно, для того, чтобы обеспечить прозрачное взаимодействие, гарантированное, о чем я еще подробно позже расскажу в разделе о нулевых типах, между, собственно, языком Java и более типобезопасным языком Kotlin. Необходимо при обращении к типам, где в результате возможен нул. А он возможен в любом случае. Почему? Потому что out, между прочим... Out — это более ссылочного типа. Вот. Вот здесь и там в конкретном случае. Вот. Соответственно... Можешь проверить по документации Java. Да, но в результате существует. М? В результате существует. Не, ну, супер, но потенциально в типах Java, там ссылочного типа, там может вернуться на out. Да? То есть, ну, нет смысла делать там исключение для конкретного... для конкретного, да, более... Вот. Соответственно, это позволяет обеспечить совместимость систем типов. Я еще раз говорю... Система out — это не степь? Да, может быть с исключением, когда мы не можем вывести в out. Вот. Может быть. Понятно? Вот. А вопрос больше нет. А вопрос больше нет. Вот. Я просто более подробно и об этом чуть-чуть позже расскажу. Вот. Собственно... Что еще? Мы можем увидеть, например, что у переменных может быть вывод типа, то есть varNames. Вот. Собственно, var в момент индициализации, так же как в C-sharp, понимает, что мы хотим передать ему строку, определяет, что это стринг, и в дальнейшем используется именно стринг. Вывод типов для функций было сделать можно, но этого не было сделано намеренно. Потому что тогда придется отслеживать исполняемый поток в программе, где что она пытается вывести. Соответственно, есть вывод типа для типа данных, но нет вывода типа для функций. В Java есть как бы вообще примитивные типы, которых нет в решетке типов в Kotlin. Все типы находятся в решетке типов, а сверху решетки типов в Unasen, а снизу nothing. То есть решетка типов полностью закончена. Собственно, что еще видим? Видим итератор. Собственно, итераторов C-style в C-стиле нет. Как им пользоваться, скажем чуть позже. На самом деле все просто. В данном случае мы просто пробегаемся по всем элементам массива. Прочи нету. Прочи нету. А зачем? В Kotlin в нем необходимости нет просто. То есть в данном случае мы вот так можем пробежаться, да? Я покажу еще что можно сделать, когда до этого сайта дойдем. Вот. Я тогда вот специалиста, который мне задает вопрос, спрашиваю, а что плохо в этом ходе? Нет, там в ходе стоит. Нет, не, вот реально в этом ходе. Ну, я просто хочу тебе слово ответить, а потом спрашиваю, в этом ходе что-то плохо. Хочется с США? Нет, не, хочется много чего. В этом ходе есть принципиальная ошибка, да? Она на США тоже действует. Если ты писал на США, то тоже здесь было бы нехорошо. Что здесь нехорошо? Уличные. Нет. Тогда ответь. Нет? У меня абсолютно отключен вопрос. А, окей. У меня абсолютно отключен вопрос. У меня понятно, что это все образный язык, мне не понятно, он, ну, скажите хотя бы, регистрики зависимы он или как это будет? А, смотри, значит, во-первых, он на регистрах зависимы. Во-вторых... У нас даже буквы. Нет, почему? Хорошо. У нас большой буквы еще раз. Как раз мы? Мы слушаем металлы по этому вопросу или походы? Ну, вопрос, без которых люди не могут идти дальше, мы можем походы задавать. Если мы можем чуть-чуть посидеть дальше, то, конечно, лучше в конце задать. Начать слушать больше. Что давайте? Слушать. Давайте. На самом деле здесь как бы не надо как-то думать об особенностях языка и так далее. Здесь очень просто. Здесь вот в цикле у нас каждый раз переменный string копируется. У нас в итоге очень сильно растет память и скорость выполнения цикла срастает, ну, как бы она падает в квадрат от того, что могло бы быть. Соответственно, чтобы это было хорошо, все-таки надо его вот так отписать. Со string builder. Собственно, здесь мы видим, что у нас появляется ключевое слово wo. Это как бы аналог неизменяемой переменной. И, соответственно, вот мы в данном случае можем создать строку с ответными нам параметрами. Мы видим, что нет точки с запятой. То есть точку с запятой можно писать, а можно не писать. Если мы делаем перенос на следующую строку, собственно, каждого из выражений, то ее можно не писать. И это, в общем, вполне очевидно. Если мы пишем два выражения на одной строке, то это обязательно. Вот, собственно, с другой стороны, конечно, вряд ли бы... А вот здесь есть еще один интересный пример. Мы видим, что мы присваиваем string builder, а потом прибавляем туда через плюс равно аргументы. Соответственно, вот как мы это делаем? А на самом деле есть конвенции в Kotlin. И мы видим, что мы можем использовать extension функцию, которая string builder добавляет функциональность плюс assign. То есть есть определенные ключевые слова, которые можно использовать для практически всех знаков плюс, минус и так далее. И в данном случае мы просто говорим, что когда мы пишем плюс равно, нам нужно сделать на самом деле аргументы там. И string builder мы изменяем именно из наружек через extension функцию. Собственно... Ну почему? Это если ты хочешь использовать плюс равно каким-то определенным образом на объектах. То есть ты можешь, например, сказать, что у меня есть объект А, у меня есть объект B, а я хочу их складывать. Да, что в этих объектах? Ты знаешь об этом. Поэтому ты можешь написать прям плюс и потом всегда этим пользоваться. Вот. То есть для абсолютно любых объектов такое можно сделать. Да? То есть можно складывать, например, не знаю, там вообще что угодно там или... Нет, нет. Для string builder. Для string builder. Вот такая ситуация. Значит, Kotlin не только язык, но к нему будет стандартная библиотека еще дополнительная к Java, которую, естественно, можно будет и с других мест тоже использовать. Соответственно, очень большое количество функциональности вот такой вот, она уже будет там прописана. Вот. Но для своих каких-то типов так можно делать. Вот. Соответственно, конечно же, вот абсолютно отличный вопрос, потому что в реалистичной версии никто вот это не будет писать, напишет вот так. Вот. И функция, функция join, она как бы должна быть и будет стандартной библиотеки. Еще мы видим что-что. Мы печатаем строку. Вот. И мы можем, правда, даже вставить или переменную через вот до, когда, соответственно, она у нас тут же, наверное, напечатается. Или мы можем написать еще фигурные скобочки и туда выражение какое-то засунуть. Вот. Собственно, давайте рассмотрим join for it. То есть нам нужно, собственно, обидеть строку. Мы видим, что есть вот for it this. Вот такой вопрос на закон. А как вы думаете, вот for it это что такое? Если for it. Действительно, ответ неправильный. Но это выглядит как управляющая конструкция. Но мы эту конструкцию создали сами. В языке изначально она не предусмотрена. Да. Вот. Выходит как for it. Выходит как for it. Да, именно. Вот. Соответственно, мы видим, что вот снизу она написана. Вот. Собственно, она что делает? Она генерическая функция. Она принимает два параметра. Это функция коллекция и, собственно, она принимает итератор. Вот. Собственно, коллекция с из у нас это типа итератор. А функция это то, что в фигурных скобках. То есть, как бы это не функция, на самом деле это значение функционального типа. Вот. То есть, по сути, это first-class функция. Вот. Ну, в данном случае, конечно, for it не делает ничего ничего полезного. Он создает итератор и крутится, пока не закончится. И мы, как бы, вручную переключаем на следующий шаг. Ещё что интересно. На самом деле, вот то, что у нас в for it в фигурных скобочках, это функция, да, то есть функциональное программирование, но она передана не как второй параметр for it. То есть, в for it мы просто вызываем функцию. Да, передаём два параметра this и вот эту функцию. Но есть такое, как бы, такой договор в Kotlin, что если у нас функцию только последним параметром и только одну функцию передаём, то мы можем вот в такие фигурные скобочки написать её. То есть, не надо передавать её прямо в for it, а вот написать вот эту управляющую конструкцию. Собственно, в большинстве функциональных языков может появляться... А, ну вот, что ещё интересно. У нас если, так как у нас параметр всего один здесь, то писать его не обязательно. Можно использовать id. Это также соглашение. Вот. На самом деле эти упы конвенции, они украдены из груби, и там они пользуются большой популярностью, и, в общем-то, поэтому теперь они есть и в горды. Вот. В большинстве функциональных языков вместо id появляется подчёркивание. Вот. И оно, к тому же, не может встречаться с целью функции больше одного раза. Вот. Но это очень круто, но это, как бы, слишком круто для нормального человека. Поэтому вот решили упростить это всё. Вот. Собственно, идём дальше, да? Рассмотрим типы класса. У нас Kotlin, он типа безопасный. То есть, это как раз вот безопасность, о которой я вот столько говорил. Вот. Посмотрим. Функция varsint из стандартной библиотеки Java. У вас на экране. Вот. Она принимает строку. Если вам повезло, возвращает часо, которое в ней написано. Вот. На самом деле, если вам не повезёт, то, ну, например, в строчке нет цифр, или цифр слишком много, да? То есть она просит исключения. Вот. При этом она сделает молчу, и никого даже во время компиляции не предупредит. Вот. То есть у вас будет просто на time exception, now.internet.set. Вот. Такая ошибка в дизайне библиотеки, на самом деле, javascript. Но такое бывает. Ну, это огорчает. Вот. Поэтому можно написать вот такую обертку для функции parseInt, которая принимает строчку и возвращает int, а int со знаком вопроса. т.е. int или now. Вот. Т.е. если ничего плохого не случилось здесь у нас, то вернётся, собственно, распаршенный int. Т.е. вернётся именно часовое значение. А в противном случае вернётся now. Т.е. вообще, в java это плохая практика, потому что вы вернёте now, например, он пролезет через много присваиваний, вы его потом куда-нибудь унесёте, разадресуете, и всё, в общем, накрывается вообще. Очень будет всё грустно. Вот. Соответственно, будет просто очень тяжело понять, откуда этот now взялся. Вот в подлинне так не получится, потому что вы никогда не сможете разадресовать этот now. Вот. Т.е. x у нас, может быть, числом или now, да? Вот. Например, вот я закавычил, то мы можем попытаться вот на том этапе умножить x на 2. На самом деле компилятор это всё вам не пропустит, потому что у нас там может быть now потенциально, и именно вот этот тип со знакомого кроссика будет говорить нам об этом. А в простой тип now из java в библиотеке вернуть невозможно. А принт now, вернее, он напечатает это. А, напечатает now. Да, да, да. Exception не будет. Еще вопрос. Получается, у нас бетон вот по компиляции, да, по структуре языка. Плюс c-sharp, плюс java. От бетона там очень много. От бетона отсутствует вот эти точки запятой? Нет, ну отсутствует очень запятой, на самом деле много где нет. Ну, конечно, бетон тоже свою роль там внес. Как я уже говорил, Kotlin – это сочетание лучших практик проектирования языков из всех, да. То есть, JetPress не говорит, что мы все это придумали. А говорит, что мы вот посмотрели на все, мы взяли самое лучшее и отъедили это в один язык. Потому что можно, конечно, там писать большие научные работы, а можно как бы просто взять инструмент, на котором будет удобно работать. Поэтому они это делают в первую очередь для себя и для индустрии, что наконец-то появился на платформе JVM удобный язык. Потому что они его, кстати, прямо сейчас не разрабатывают для COR, то есть для .NET стека. Почему? Потому что на .NET стеке есть c-sharp. В нем, в принципе, достаточно все неплохо. Вот. А как бы на JVM все очень грустно. Вот. Поэтому для JVM делается такой язык. Вот, тем не менее. Мы можем, что можем сделать? Мы можем сделать проверку на now, и тогда мы сможем, собственно, умножить x на 2. То есть в момент проверки на now компилятор поймет, что мы сделали эту проверку, далее все хорошо. Есть вопрос умножить. Есть вопрос умножить. Что еще? Вопрос умножить. Вопрос умножить? Не знаю. Надо в документации смотреть. То есть, можно сказать, вопрос умножить оператор? Не знаю. Ну, то есть, почему не знаю? Ну, вот, потому что я не разработчик языка, наверное. Вот. То есть, есть документация официальная, значит, к менту-помсулаш Котлин, все доступно, то есть, можно просто посмотреть, а есть это да. Вот. Есть предложение, послушать сначала доклады, а потом здесь, когда вы... На столкнули. На столкнули. На столкнули. На столкнули. На столкнули. А давайте послушаем, как вы хотите. Это здесь проблема молодой или старшей? Это проблема с питанием. О, какие. Давайте продолжим. Вот. Собственно, в момент, когда мы делаем проверку на Now, у нас компилятор это запоминает, и далее он нам позволяет это делать, да. То есть, если мы бы не сделали проверку на Now, он бы даже программу не скомпилировал в этот момент. Вот. По компилятору на Java, естественно, бы все собрал, потом к вам exception выйдет. Вот. Собственно, давайте посмотрим, как мапится типа Java на типа Kotlin. Вот. У нас есть тип Any. Это, собственно, верхушка решетки типов. Которая, если мы дергаем Kotlin из языка Java, то он превращается в Object. Но если мы дергаем Java из Kotlin, то он превращается в Any со знаком вопроса, потому что в Object может храниться, может быть, Now. А в Kotlin или Any, или Any со знаком вопроса. Если Any со знаком вопроса, то может быть Now. Если Any, то она там быть не может. Как раз вот та тип безопасности от Now. Вот. Собственно, Unit – это ничего. То есть, точно так же, как будет. Вот. У нас в Java есть примитивные типы, да? То есть, которые не входят в, собственно, решетку системы типов. Вот. Для они… Ну, вот мы видим, например, совсем ниже… Сейчас я пощелку. Вот. Мы видим, что у нас есть два типа массивов, которые преобразуются друг в друга. Но для интов, к сожалению, сделали… Ну, не для интов, а для тех типов, которые в Java не входят в систему типов. Сделали отдельные типы. На JVM по-другому сделать невозможно. А для CLA, когда будет версия Kotlin, если будет, то там это будет просто… Как бы… Просто превращаться в нормальный array. Вот. К сожалению, пока вот там… Вот так вот. К другому на JVM сделать невозможно. Вот. Собственно, еще Kotlin такой же… Вообще не Чарльц. Что? Вообще вообще не Чарльц. А для CLA, код, он будет тоже категорик? Нет. Версия для CLA сейчас не разрабатывается, потому что там нет большей необходимости в этом. Там достаточно хороший язык США. Потенциально язык проектирован не… Уходим. Хорошо. Собственно, Kotlin умеет автоматическое проведение типов. Вот. То есть, если у нас… Мы видим, была ссылка Any. Типа Any, да? То есть, она там может быть. Вот. Но Any с одного вопроса, это вообще непонятно что. Вот. Мы можем проверить здесь, как бы, лежит ли в этой ссылке строка. То есть, is – это у нас аналога instance of. Вот. Ну, это то, что мы делаем обычно. Как бы… Ну, точнее, нет. Обычно что нам нужно сделать? Нам нужно создать переменную string. Привести object из Java к типу string и проверить. Вот. Во-первых, это длинная строчка. Если мы будем там создавать отдельную переменную, нужно определенное напряжение ума, чтобы придумать новое имя новой переменной, написать ее длинную строчку, а потом читать ее остаток жизни. Вот. Соответственно, делать это не хочется и годно, она делает автоматически. Вот. То есть, мы видим, что при необходимости… Вот. А мы не видим, что она зелененькая, а на самом деле она зелененькая. Вот. И при необходимости, вот, комплядер выполняет проведение типа. Он видит, что мы сделали проверку, строка ли это. То есть, мы видим, что это уже имеет информацию, что это строка, если это так. И тогда он, без проблем, может уже сам привести к соответствующему типу. Вот. И теперь, как бы, после того, как он прибыл автоматически к этому типу, мы можем сразу же вызвать сабстринг. То есть, не надо нам проводить дополнительные переменные. Вот. Механизм работает точно так же, как новобилити, о которой я только что рассказывал. Вот. И, соответственно, типовая информация сохранять в компиляторе переменных. Вот. Вторая часть WAN, она выглядит как свитч. На самом деле, свитч в C и Java, он имеет относительно мало, да. То есть, он умеет сравнивать с константой по значению. В Kotlin WAN это более удобная, более такая умная версия свитча. Соответственно, оно умеет все на свете, включая Pattern Matching, про который я сегодня рассказывать не буду. Вот. Он умеет проверять типы. Если вы, например, вот по производительности, если вы там используете константы, то он будет работать так же быстро, как свитч. Если вы используете не только константы, например, какие-то выражения, то он может там раскрываться внутри каскотыков. И, ну, там, на самом деле, возможна вполне оптимизация. Вот. Но самое главное здесь, что вы сможете записать это коротко. Вам не придется писать много кода, потому что, ну, когда мы пишем много if, else, if, else, ну, это как бы достаточно утомительно. И большое количество лишних букв, которые, ну, в общем, особо никому не нужны. Вот. Собственно. Чуть больше пример про этот plan. Что мы можем, собственно, здесь делать? Ну, в предыдущем примере была показана интерповерка типов. Мы видим, например, что вот 1, 2, 3. Это мы выбираем любую константу из списка. Вот. Или, например, там минус x не константное выражение, то есть мы его можем вычислить и сравнить. Вот. Собственно, можно проверить, например, вот промежуток, видим, от 10 до 100. То есть попадет в этот промежуток или, например, обратный вариант за его пределы. Он попадет на 0 или нет. На самом деле, in – это не литерал. In – это обычная конвенция, такая же как плюс, который я показывал чуть раньше. То есть это просто infix-ный оператор. И он на самом деле… Что такое in? Он разворачивается в a range to b. Вот. Просто мы как бы такое написали и очень удобно получается. Также можно, например, для x развернуть в x-contentsy. Давайте посмотрим на классы, которые есть в Kotlin. Классы выглядят достаточно обычно. Единственная разница, что они по умолчанию не расширяемы. То есть для того, чтобы наследоваться от класса необходимо написать слово Kotlin. А зачем это сделано? Ну, за тем, что вообще хорошая практика, когда мы делаем наследование, чтобы мы изначально при разработке класса подумали о том, что мы будем от него наследоваться. Соответственно, если мы думаем об этом, то мы пишем слово Open. Просто от классов не надо наследоваться. Вот. По умолчанию… А, ну вот еще что. Если вы что-то в подклассе переопределяете, то обязательно писать overwrite. Вот. Интересно объявляться конструкторы. Ну, наверное, тем, кто видел Scala. Это не очень интересно. Вот. Но конструктор можно указать… Вот в заголовке класса можно указать параметры для первичного конструктора этого класса. Вот. На самом деле, сейчас Kotlin не можно иметь вторичный конструктор, но еще архитектор языка. Они думают о том, насколько это надо. Потому что, ну, в них как бы особо нет смысла. Вот. Собственно, что еще? У нас нет интерфейсов в языке. У нас есть трейд. То есть, по сути, трейд – это такой аналог Java интерфейсов. С одной стороны. С другой стороны. В них можно писать реализацию методов. Но, в отличие от Scala, там нельзя хранить состояние. То есть, мы можем писать реализацию без состояния. Это решает некоторые проблемы. Вот. То есть, в супертипах может быть только один класс и несколько других трейдов. Вот. Собственно, функции внутри могут быть или не быть абстрактными. Вот. То есть, соответственно, они могут не иметь реализацию. Вот. Или быть просто open по дефолту. Вот. Это значит, что мы говорим, что эта функция, вот там будет единичка. Эта функция, на самом деле, мы ее должны будем перегрузить, переопределить. То есть, она открыта по дефолту. Та, которая следующая, она является абстрактной функцией. То есть, точно так же, как и в интерфейсах делается. Вот. Более, как бы, лучше можно посмотреть на трейд. Вот. Например, на таком примере. Вот. То есть, например, посмотрим, что случится, если список типов, много зависит реализация. Но это уже функция. Вот. На самом деле, компилятор не берет на себя задачу решать, какую выбирать. Вот. Потому что обычно в таком случае, ну, ничего хорошего не получается. То есть, нужно постоянно помнить, какие правила компилятора работает. Вот. Поэтому, необходимо вот самим выбрать какую функцию мы хотим перекрыть в классе. Вот. И решить уже, что мы хотим сделать. То есть, или вызвать одну из функций супертипов, или написать что-то свое, например. Да. Вот. Собственно, давайте рассмотрим на заворачивание, подмешивание. Вот. Собственно, давайте представим себе, что есть трейд список. То есть, у него есть два метода. Вот. И мы, ну, собственно, один метод добавить, другой получить по индексу. Мы хотим сделать список такой же, но умеющий куда-то записывать в O. То есть, мы можем сказать, что есть лист-декоратор генерический, который принимает в качестве конструктора список. А дальше говорить, что я реализую трейд список посредством объекта P. Вот. Ну, автоматически генерируются все методы из трейд. Вот. И они делегируются объекту P. То есть, по сути, добавляется заковыченная функция. Она генерируется автоматически. Вот. Этими комментариями. Вот. Собственно, если вы хотите какую-то из реализаций изменить, можно просто написать «Обирать» и написать то, что вы хотите. Вот. То есть, собственно, first class functions, они бывают, собственно, непосредственно функции. Функции как значение. Вот. И, ну, то есть функции как значение, функциональные типы и литералы. Вот. То есть функциональные типы можно объявлять без имени функции, в отличие от функций. Вот. Функциональные типы и литералы. Вот. Мы видим, что, собственно, вначале мы пишем параметры или имена параметров через запятую. Вот. Потом стрелочку и тело-функция. Вот. Собственно, у нас в Kotlin есть генерики в фронтайме. То есть, реификация. То есть, что это значит? Это значит, что мы можем посмотреть, какого типа хранится вот в листе, какого типа объекта хранится. Вот. То есть, у Java мы можем определить, что это лист, а в Kotlin, например, ну и в США также можно. Мы можем определить, что там, например, именно там int внутри типа. Вот. Собственно, ну, появляется возможность писать функции высшего порядка. Вот. То есть, есть фильтр, который принимает коллекцию и придет карту. Вот. Но это, как бы может, также видели. Вот. Соответственно, есть такой синтактический сахар. То есть, есть, в этом случае, ресивер слева и один аргумент справа. Вот. То есть, и можно писать это в infix-ной форме. Зачем это нужно? Ну, например, чтобы писать такие штуки a and b. Вот. То есть, по сути, у нас что такое a contains b? Это a.contains и скобочка b. Ну, просто в infix-ной форме это тоже можно писать. И это просто удобно читаем. Вот. Соответственно, у нас есть, с помощью функции высшего порядка, мы можем получать Microsoft Link, по сути. То есть, ну, всем нравится Link. Почему вы его не добавите в Kotlin? Вот. Мне тоже очень нравится Link. Не такой, который на мне написан. Вот. И, собственно, мы видим коллекцию users. Что мы сделали? Мы взяли фильтр по элементам, у которых есть привилегия в write. Причем мы видим infix-ную функцию. То есть, id, на самом деле, точка has privilege и скобочка в write. Просто, ну, так гораздо удобнее читать. Вот. Потом сопоставили это и отфильтровали по фамилии. Вот. Давайте посмотрим на лодки. Вот. Думаю, как вас может сильно раздражать писать такой код, да? То есть, что в этом коде плохого, казалось бы? Ну, в нем есть очень неприятная особенность. Что он почти весь не нужен. Вот. Ну, не в том дело, как бы, что он не нужен, чтобы работал. То есть, он нужен, чтобы работал. Но, в смысле, что он не нужен, чтобы читать. Вот. То есть, все полезное в этой, как бы, ну, все полезное здесь – это имя объекта и то, что вот закомментировано. То есть, все остальное, оно, как бы, очень бесполезно. Вот. Соответственно, хочется писать так. Ну, то есть, лодку мы сделаем просто как бы за функция. Вот. Она принимает лодку тела и, ну, собственно, тело, которое необходимо выполнить. Вот. На каждую синхронизацию вообще создавать новый объект не очень хорошо, да? То есть, в данном случае бы эта функция создавала новый объект. При каждой синхронизации мы немного тягаем производительности. Опять же, это не для всех критично. Может быть, для вашей программы это будет не критично. Но есть способы это сделать лучше. У нас есть онлайн возможность сделать функцию онлайн. То есть, вообще слово онлайн означает, что вот при вызове функции будет, она встроена прямо здесь на месте. То есть, онлайн вообще это необходимое подписание. То есть, оно накладывает некоторое ограничение на функцию. Но, в отличие от там языка C++, например, это не рекомендация компилятора, которая может там, компилятор может на него, в общем, проигнорировать ее. Вот. То есть, это обязательное дело, которое говорит о том, что функция компилируется по-другому. То есть, она всегда учитывается. Вот. У нас есть функция расширения. Вот. То есть, как я показывал раньше, мы можем добавлять функциональность класса с помощью функции расширения. То есть, есть также функциональные литералы, которые позволяют использовать CIS внутри литералов. Вот. И вот как раз вот с помощью extension функции можно делать магию, которая называется билдеры. Вот. То есть, билдеры в группе как выглядят? То есть, зачем они нужны? То есть, сделаны с помощью extension функции. Создать языка, как бы, очень завидовали. Создать языка просто, они очень завидовали крови вообще. То есть, можно писать код, например, такой, который очень прозрачно позволяет стройте шлемать деревья, да? Ну, так как... Вот так в кофе, да? То есть, вот так в кофе, так в кофе. То есть, вот так в кофе, так в кофе. Что мы видим? У нас появилась логотипизация. То есть, вот здесь ее нет, вот здесь она нет. Вот. Соответственно, это далеко... Да, времени супер. Это далеко не все, что есть в языке Kotlin. Это... Малая часть всего лишь от этого. Мало того, язык постоянно развивается. Есть... У JetBrands ReduTrack, JetBrands.net, в котором... А, ну вот тут есть ссылочка. В которой можно постить свои идеи по языку Kotlin. Там, свои предложения, ошибки, когда он выйдет и так далее. То есть, JetBrands, она вообще отличается от многих других компаний тем, что она очень внимательно прислушивается к тому, что ей говорят. И, ну вот, лично, мое вот это общение с JetBrands принес две как бы функции, которые были мне нужны. То есть, в... Можно начать от малого, да. То есть, например, мне в U-Track не хватало там галочек, которая позволяла бы большие файлы загружать. То есть, не ограничением 10 гигабайт. Они это добавили через две недели там в релизе. Вот. Потом, опять же, в свое время я читал книжку Роберта Мартина про... Про, скажем, ну там, отличный пример, как можно там Scrumboard красиво перемещать как бы в интерфейсе, ну, собственно, в Agile процессе. То есть, от тестирования к разработке. То есть, от разработки, тестирования и так далее. То есть, полный цикл. Соответственно, я написал за приложение, проголосовало 50 человек, и в следующей версии U-Track'а в мажорной появится это. То есть, раньше, чем в TFSI появится. Вот. То есть, почему я так говорю? Что G-Trainz, они, с одной стороны, очень вас слушают, а с другой стороны, они еще говорят по-русски в основном. То есть, G-Trainz есть офисы и в США, и в Германии, и в разработке, и в Питере, и в Москве. Вот. Но с ними, как бы, очень просто общаться и, вот, они делают хорошие штуки. Вот. Собственно, можно читать официальную документацию в блог. Есть два твиттера. То есть, Project Kotlin — это официальный твиттер проекта Kotlin. Андрей Крислав — это, собственно, создатель языка Kotlin. Вот. Ну, в крайнем случае можно писать его в мой твиттер, и я могу, как бы, вас связать с ним. Вот. Собственно, ваши вопросы? А, вопросы? Да. Вы пишете на него, не имеете в виду проекта? Нет. Сейчас Kotlin, как бы, версию которой можно было хоть как-то попробовать, то есть, в которой хоть что-то более-менее работало, она появилась в сентябре. У меня появился Kotlin в конце октября, в начале ноября. Вот. Сейчас, там, как бы, в самой IDG, это, я думаю, что не стоит об этом в интернете писать, то есть, как мне просто вообще... Вживую? Вживую? Нельзя. К сожалению, вот, то есть... Нет, нельзя. Вот. Смысл в том, что там, как это сейчас выглядит, есть плагин, который ставится на строго определенную DW-карскую ветку ID, которая еще не вышла. И там уже есть так, созданный проект, который можно обязательно попробовать. Просто вот взять и создать там проект Kotlin, а еще пока нельзя, но это исключительно, он не публичный еще. В ближайшие месяцы выйдет уже доделанная нормальная публичная версия. То есть, я им не выкладываю даже там, чтобы там секреты не показать, просто они это еще делают. Вот. Соответственно, вот, все будет, все будет хорошо. Игорь, а как параллелизм? А параллелизм? Там сейчас используется, собственно, библиотека Java. Для этого есть идеи в будущих версиях, как бы добавить поддержку каких-то штук, как Async, но как бы нужно выпустить первую версию и посмотреть, что реально нужно. То есть, параллелизм там на уровне параллелизма Java. Сейчас, если за последние пару недель ничего не добавить в документацию, потому что язык еще активно разрабатывается. Мало того, если что-то интересное могло бы быть в языке, то им вот как раз можно написать в... Вот, не шатер-трекер прям создать, там можно заинтересоваться, создать новую просьбу и написать, что вот, например, хочу такое чудо. А они смотрят, если это как более-менее реальное реализовать, и это полезно, то они сделают. То есть, это не закрытая компания, которая... Ну, как бы они очень внимательно прислушиваются к этому. Вот. Еще вопросы. Кто про Борислав? Я рассказывал, Андрей Борислав, это выпускник наш... Питерского университета, как он называется, да, работал в компании Wordland, потом в Microsoft Research, и сейчас он работает в... Собственно, в JetBrands. Может быть, если не расходится, он вообще заменит Java? Нет. У Kotlin как бы Java ничего не заменит. То есть Java — это платформа JVM. На языке JVM пишут все меньше. Ну, начал хоть немножко развиваться. То есть, в следующем году будет восьмая Java, а с лямблами, но... Все равно, как бы, это недостаточно. То есть, именно поэтому сейчас достаточно большое количество здесь стали использовать альтернативный язык на той же платформе. То есть, платформа-то, она неплохая, в общем-то. Но, тем более, она используется там больше всего в мире. Та же база данных пороков написана на Java, например. Но я думаю, что со временем сам язык, он будет все больше использоваться, чем язык Java. Опять же, там сейчас очень большая конкуренция. То есть, какие основные языки претендуют на это? Это Scala. Но язык очень классный, но очень сложный. Кограммисты очень дорогие, которые на нем пишут. Это язык, собственно, Kotlin, из нормальных языков. И теоретически, нормальный язык будет, его вообще никто еще не видел. Это от Red Hat от Ceylon. Там в Ceylon, что интересно, как бы, такое похожее на чудо, там есть строго дифизированное метапограммирование. Вот, в Kotlin этого пока нет, но опять же, Ceylon тоже нет. То есть, Red Hat сказал, что мы будем еще два года делать, вот там это будет, посмотрим. Вот, язык, который вот сейчас Eclipse Extend только что показал. Ну, как бы, странный язык, он компилируется не в ByteCode, а он компилируется в Java, а потом в ByteCode. Вот, но, опять же, языков много. JetBrains Kotlin, в первую очередь, делает для себя и для индустрии. Их проект на Java, он один из самых больших. И они хотят писать удобно его. Вот, соответственно, и написав хорошее для себя, они просто дадут это всем. Вот и все. За современными языками будущее, да? Как ты думаешь, Kotlin, он вообще на какой области вы работаете на цели? Потому что такая мешамина, не понятно. Это, с одной стороны, объектно-ориентированный язык с функциональными элементами, с серьезными функциональными элементами, который нацелен на область промышленной разработки ПО. То есть это не, ну, например, чисто функциональные языки, это или ресерч-проект, или это как бы финансовая какая-то область математическая. Есть, опять же, другие исследовательские проекты, как тот же Erlang, например. Но Kotlin — это именно тот язык, который предназначен для, собственно, корпоративной разработки. Мы тут заговорились, что после доклада у меня накопилось много вопросов. Я понимаю, что конкретно сейчас вы видите судьба. Он, ну, такой-то разный вопрос, но те русские элементарные там, в виде рекурсии, допустим, он присматривает и говорит о журналистах. Да, конечно. Так, еще у меня вопрос есть. Как, ну, вот пишите, под него отдельные библиотеки, адектированные на определенную... А в JVM есть, в JVM можно использовать? Но для Kotlin еще разрабатывается библиотека именно Kotlin. Ее можно будет использовать и из других языков. Но, да, специально для Kotlin будет там еще дополнительная библиотека. Да, большая. И Markov? Там, я не помню, как она импактируется точно. Там сейчас, по-моему, пять... Пять... Не ошибаюсь. Вот в том, что у меня есть, там сейчас есть десять функций, по-моему, и все. Но как бы все будет. То есть, просто все в процессе разработки. Опять же, вот первая премию – это не в ближайшие несколько месяцев. Вот. То есть, будет хороший библиотек. Пишут большую документацию на Confluence в JVM. Книжки имеет смысл писать после того, как выйдет хотя бы первая версия языка. Вот. Confluence, он... Там документация есть. Посмотрите, это не MSDM. Там подробнее. Есть вопрос. Когда вы думаете, сделаете только ответы? На этот вопрос чуть позже. Дмитрий Местеров. Вот. Попробует ответить. А может, не ответить? А может, не ответить? Не знаю. Нет. А зачем? А зачем? Ну, на самом деле, чтобы разработчики, которые реально пишут в год, но больше, чем, не знаю, больше, чем поугодно в какой-то компании поработали, они язык, ну, английский, они по-люкому учат, потому что это требование необходимо, чтобы там взаимодействовать со всем остальным миром. Очень хорошо. Ну, у нас по плени как раз таковано получено. Спасибо. Вот.